Всем привет! В эфире спортивная среда. Ивановские регбистки вернулись с золотом из Ярославля, где стартовал кубок Золотого кольца. В своей группе белые акулы вышли на первую строчку, обыграв владимирских львиц и флагмана. К этой игре белые акулы готовились всерьез, настраивались показать себя и свой характер, выполнить задачу, поставленную тренерами. Интересно, что за месяц до турнира в Ярославле девочки ездили в Сочи. Этот тур уже показал, чем нам нужно работать, какие исправить ошибки. Этот месяц мы работали, и, как видите, результат победы. Практически все игры мы сыграли в ноль. Женская команда по регби в Иваново была образована еще в 2016 году, но хороший игровой состав образовался не так давно. Всего в рамках Золотого кольца запланировано 4 тура, и команды будут выступать в разных городах. Современный мячевой бой завоевывает все больше поклонников. Приобщиться к этому виду спорта в нашем регионе можно в клубе «Авалон» Ивановского района. Его воспитанники показывают блестящие результаты на самом высоком уровне. Мячевой бой, несмотря на серьезные названия, спорт сравнительно безопасный, поэтому его нередко выбирают и девочки. Воспитанники клуба достойно представили регион сначала на чемпионате России, а затем и на международном уровне. Чемпионат мира проходил в Белоруссии, и две девочки от Ивановской области завоевали первые места и стали чемпионами мира. Каждый в своей номинации, в своей возрастной категории. Ивановец Максим Балашов – серебряный призер этапа Кубка мира по гиревому спорту. Свою медаль в нелегкой борьбе завоевал в Санкт-Петербурге. Максим выступал в двоеборье. Это толчок двух гирь и рывок гири. По итогам двух турниров спортсмен завоевал второе место, уступив лишь чемпиону России по юниорам из Ярославля. Для Максима это серебряная медаль, хотя и самое высокое достижение, но не самый высокий результат. В Санкт-Петербурге он совершил 121 подъем в рывке 32-килограммовой гири. Гиревой спорт, циклический вид спорта, наш, русский, очень тяжелый вид спорта, как у нас говорят в наших кругах, в узких, лошадиный вид спорта, где нужно пахать, пахать. Две тренировки в день, да. В весовой я выступаю до 63-х килограмм, поднимаю две гири по 32-килограмма, личный рекорд 65 подъемов у меня. И рывок 132 раза, личный рекорд. Впереди у Максима Балашова этап Кубка мира во Франции в Париже. Турнир пройдет 27 июня, и к нему спортсмен уже готовится. В Иванове провели мероприятие, приуроченное ко дню семьи. Его участниками стали дети, которые учатся в 41-й школе, и их родители. В общей сложности почти 80 семей. Праздник такого масштаба в микрорайоне Зачем прошел впервые. Выходной день на свежем воздухе, что может быть лучше. Местом проведения мероприятия стал стадион на улице Павла Большевикова. Участников ждала не только эстафета, но и показательные выступления спортивных федераций, а также веселая разминка с чемпионом. Во время праздника семьям предложили попробовать свои силы в сдаче норм ГТО, выполнить отжимания, подтягивания, прыжки в длину. Мы пришли, чтобы поучаствовать, поддержать наш класс в спортивных мероприятиях. Очень любим заниматься спортом. Дети занимаются художественной гимнастикой. Вот. То есть, любим спорт. В минувшие выходные в Иванове состоялся всероссийский мастерский турнир по пауэрлифтингу Иваново-Вознесенск. Участие в нем приняли более 150 спортсменов из нашей и соседних областей. Наш регион представили 30 сильнейших спортсменов, в их числе Александр Фотин. Многократному чемпиону и призеру мира и Европы на турнире удалось поднять 260 килограммов без экипировки и 300 с экипировкой. На домашнем турнире Ивановцам удалось проявить себя, завоевав в различных дисциплинах в общей сложности более 30 наград. Сплоченная команда. Выступаем мы все профессионально. И очень давно, где-то в районе 6 лет, мы выступаем. Едем по разным городам. Также выступаем в городах Ярославль, Москва. Где есть возможность, туда и едем. На этом наш спортивный выпуск завершен. Любите спорт в себе, а не себя в спорте. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»